Запустивший политику большой открытости Узбекистан последние 5-6 лет демонстрирует заметно плотный график стратегического внешнеторгового и внешнеэкономического сотрудничества. В этом плане соседи играют первостепенную роль. Да, Узбекистан с Казахстаном в принципе и в недавнем прошлом имели хороший дружественный диалог, но так, чтобы обмен инвестициями достиг, показатели сегодняшнего дня было далеко. Хотя миграционный процесс трудовых ресурсов и странных соседям работал по хорошо отлаженной схеме. Курс на кардинальное реформирование, взятый Шавкатом Мерзиёевым в 2017-м, изменил многое. Одна лишь инициатива либерализации валютного рынка стоит многого. В большой бизнес, в новой экономике Узбекистана крупные инвестиционные компании Казахстана вкладываются охотно. А новые возможности с акцентом на человеческий капитал привлекает на рынок страны все больше представителей так называемого креативного класса. В их числе специалисты производства различных интернет-продуктов из Казахстана в Узбекистан. По данным Центра экономических исследований и реформ во внешнеторговом обороте Узбекистана с зарубежными странами, Казахстан в 2021-м занял третье место с долей 9,3%. Второе в торговле нашей страны со странами СНГ с долей 24,6%. И первое в торговле со странами Центральной Азии с долей 61,4%. За последние годы товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос более чем в два раза, а к концу текущего года приблизится к 5 миллиардам долларов. Стороны планируют довести объем торговли до 10 миллиардов. Межгосударственный диалог на уровне лидеров двух стран обсудим с экспертами обеих стран. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые эксперты, еще раз добро пожаловать Очень рада вас приветствовать здесь Состоялось очень важное событие Подводили итоги государственного визита президента Республики Казахстан в Узбекистан Надо сказать, что именно декабрь прошлого года Он был в узбекско-казахстанских и узбекистанско-казахстанских отношениях тоже плодотворным Мы помним, что президент Республики Узбекистан посещал Казахстан 5-6 декабря И на высшем уровне тогда были подписаны ряд документов То есть в общей сложности в прошлом году было подписано 22 документа В этом году уже еще 15 документов В прошлом году в рамках визита президента Республики Узбекистан в Казахстан Был один из документов подписан План практических действий по доведению товара По обороту между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан До 10 миллиардов долларов в ближайшие 5 лет Каким образом, на ваш взгляд, будут вообще реализовываться данные документы И этот документ в том числе? То есть какие перспективы мы имеем для реализации поставленной цели? Манзур Ахон, уважаемые коллеги, спасибо большое за возможность выступить Действительно потенциал сотрудничества весьма высок И сумма в 10 миллиардов долларов действительно звучит амбициозно Но на самом деле ввиду торговых ограничений Которые вступили в силу в течение последних трех лет из-за пандемии Сумма не кажется такой уж недостиженной По всему миру, не только у нас По всему миру, в Европе, в странах Латинской Америки В Юго-Восточной Азии наблюдается тренд на локализацию и деглобализацию Центральная Азия не исключение Соответственно, по весьма широкому диапазону индустрии Наблюдается углубление сотрудничества И не только в сырьевых отраслях Узбекские предприятия успешно сотрудничают на территории Казахстана Речь идет о сборке автомобилей из, скажем так, продукции Которые большей частью локализованы Успешно локализованы на территории Республики Узбекистан Есть производители, отдельные производители электроники И схожая ситуация есть и наоборот Ряд крупных предприятий, не буду их называть на форуме Их представим, успешно работают на территории Узбекистана И при этом это не только сырьевые компании Это весьма продвинутые компании Которые предлагают свое ноу-хау, технологии Клиентоориентированность Соответственно, рынок Узбекистана, Казахстана Вообще Центральной Азии такой уж и маленький По разным оценкам 60 миллионов людей Ближайшие до 2050 года Эта цифра может вполне удвоиться Вполне достаточно, чтобы локализовать не широкий диапазон Но вполне такой же, где минимальный жизненный продукт По весьма широкому перечню индустрии Вы знаете, я бы хотела как раз сказать о том Что в принципе Узбекистан и Казахстан Отношения, скажем, и торгово-экономические Но и дипломатические отношения Сказать, что последние 30 лет их не было совсем Это было бы неправильно В любом случае Узбекистан и Казахстан Они в регионе Центральной Азии Всегда, скажем, были так стратегическими партнерами Но именно такой бум, скажем, именно торгово-экономических И инвестиционного сотрудничества Также отношения в сфере геополитики Решения каких-то глобальных вопросов Да, мы видим именно последние годы Вот с чем это связано И насколько, скажем, мы сумели Вот этой своей политикой открытости Поднять вот планку именно Даже того же самого инвестиционного партнерства Насколько, скажем, увеличены вот эти вот инвестиционные проекты Взаимный Узбекистан в Казахстан вкладывается когда И наоборот Вот я бы хотела экспертное мнение все-таки узнать Да, разумеется, да За последние 6 лет Узбекистан достиг значительных успехов В повышении уровня открытости Скажем так, синхронизации методов Макроэкономического регулирования С методами регионов оставшихся стран Центральной Азии СНГ Либерализация валютного курса Вот с точки зрения там иностранного инвестора Или предпринимателя Либерализация валютного курса оказала наибольшее значение То есть уже можно было спокойно что-то покупать и продавать В течение предыдущих 30 лет накопился большой нереализованный потенциал Взаимное углубление сотрудничества Это происходило благодаря, во-первых, недоиспользованию имеющихся возможности А во-вторых, углублению компетенции по обе стороны границы И когда вот границы открылись, там действительно наблюдался огромный бум Со временем этот бум стал более упорядоченным Появились определенные игроки, определенные тренды Уменьшилась роль, знаете, вот этого хаотичного челночного бизнеса Увеличилась роль системного бизнеса И в дальнейшем мы вполне можем рассчитывать на наблюдение О углублении дальнейших сотрудничеств По мере набора компетенций По мере развития рынков По мере укрепления доверия По итогам визита вчерашнего То есть президента республики Казахстан в Узбекистан Опять-таки напомню, что было подписано 15 документов И в их числе меморандум Между агентством стратегических реформ при президенте республики Узбекистан И агентством стратегического планирования и реформ Два таких, скажем, родственных агентства Что это за документ? И вот в каких, скажем, что он даст реализация данного документа? Да, Ибрагим, вы начнете, да? На этот вопрос Важно отметить, что агентство стратегических реформ Было создано указом президента в сентябре этого года На базе агентства стратегического развития И что отныне цели и задачи, возложенные на агентства Являются более масштабными, охватывающие почти все отрасли экономики Нацелены на обеспечение благоприятных условий жизни населения Также поддерживающих предпринимательство Создание благоприятного бизнес-климата В том, защиту прав бизнесменов, иностранных, иностранных инвесторов В том числе, учитывая международный право и стандарт Так как направление работы агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан очень схож с вновь созданным нашим агентством Вопрос сотрудничества считается высокоприоритетным для нас В плане практического обмена опытом Разработки методологии и имплементации конкретных отраслевых реформ Формирование и реализация государственной политики В области страт планирования Совершенствование системы госуправления Мониторинга и оценки хода реализации реформ Также оценки эффективности деятельности государственных органов власти В том числе, реформирование отдельных отраслей экономики страны Хват направлений однозначно широкий Объем работы большой, долгосрочный Учитывая необходимость модернизации В частности, цифровизация многих процедур Несомненно, поможет не отставать от стремительно меняющейся макроэкономики Одним словом, подписанный меморандум Позволит определить круг вопросов, представляющих взаимный интерес Начать практический обмен опытом, лучшими практиками Усилие взаимодействия, укрепление социального потенциала Проведение семинаров, тренингов для сотрудников двух агентств И тому подобное Спасибо Такого рода сотрудничество очень важно для поддержки региональной коммуникации Совершенствия вопросов, кто с управлением Ожидается, что практическое начало этого сотрудничества Даст положительный эффект на предстоящие реформы Республики Узбекистан Также приветствуем обмен опытом с нашими коллегами Поскольку кроме кооперации с агентством по стратегическому планированию реформы Республики Казахстан Имеются еще проекты, как показатели ОСР по упрощению процедур торговли Финансируемые как раз таки министерством торговли и интеграции Республики Казахстан Что еще раз подчеркивает широкопрофильное сотрудничество наших стран Спасибо большое Сейчас мы перейдем к Сырымбету Давайте вообще поговорим о том, что же за агентство Стратегического планирования и реформ Республики Казахстан Родственного с нашим АСР И для Казахстана и для казахского агентства Что этот меморандум даст? Спасибо, Манзура Спасибо, уважаемые коллеги, уважаемые эксперты Позвольте, во-первых, поблагодарить за возможность выступить на такой дискуссионной площадке высокого уровня Во-первых, да, вот господин Караматов подметил то, что наше агентство Именно функционал наших агентств очень сильно коррелируется И те направления деятельности, которые заложены в рамках нашей деятельности Они схожи, очень, достаточно сильно схожи с деятельностью Агентства стратегических реформ Республики Узбекистан Мы также являемся подотчетной организацией именно администрации президента То есть те выводы и те рассуждения, которые приводят именно в работе наше агентство Оно напрямую идет в администрацию президента Наше агентство в целом было создано в 2019 году Для разработки вот именно эффективных реформ Которые нацелены на повышение конкурентоспособности страны И повышение благосостояния народа Мы разрабатываем государственную политику в сфере стратегического планирования Проводим мониторинг и оценку основных стратегических документов У нас есть документ первого уровня Это стратегия Казахстан-2050 В котором определены цели долгосрочного развития И есть документы ниже стоящего уровня Которые задают именно политику непосредственно в отраслях Кроме того, в структуре нашего агентства функционирует Бюро национальной статистики То есть функционал наш также включает именно в ведение статистической деятельности Статистического учета показателей государства В целом в рамках меморандума Мы закрепили именно свое твердое намерение В осуществлении сотрудничества Именно в областях формирования и реализации государственной политики Стратегического планирования Разработки подходов к осуществлению реформ Стратегического прогнозирования Проведения анализа развития страны В целом такие отрасли и в частности Мы предполагаем, что и это меморандумом Также закреплено, что сотрудничество будет происходить Через проведение различных мероприятий совместных В том числе обмен опытом В рамках возможно каких-то семинаров Каких-то совместных исследований Ну и иных мероприятий Ну в целом ожидания большие Надеюсь мы это все сделаем Я тоже очень на это надеюсь Надеюсь на наше тесное сотрудничество Спасибо за ответ Следующий вопрос Я вот хотела бы уже к геополитике перейти В принципе геополитические отношения в Центральной Азии Они всегда шли особым приоритетом Мы понимаем, что страны Центральной Азии Зависит друг от друга практически во всем У нас есть такие соседи, как Афганистан У нас единая, скажем, энергетическая система И в вопросах безопасности и стабильности Именно поэтому уделяется Со всех государств уделяется Такое большое внимание и приоритет Я бы хотела у наших экспертов спросить Какие, скажем, инициативы Именно Узбекистан и Казахстан выдвигают В чем он согласен друг с другом То, что касается вопросов безопасности Стабильности в Центрально-Азиатском регионе Которые прямо пропорционально В принципе влияют и на экономику То есть это и энергетические ресурсы И на водные ресурсы Какие инициативы мы разрабатываем И поддерживаем друг у друга? Да, конечно Во-первых, я очень благодарен Наших экспертов И гостей из Казахстана Которые согласились Потому что без совместного обсуждения Таких вопросов Я думаю, реальную ситуацию не понимаем То, что касается вашего вопроса В первую очередь, конечно Это когда два государства Два системообразующих государства Центральной Азии На таком высшем уровне Решают вопросы И в первую очередь стоит вопрос Вопрос безопасности Мы знаем, что сейчас в мире происходит Очень серьезные, негативные, можно сказать События, которые могут Очень сильно влиять в Центральной Азии В том числе Казахстане И Узбекистане И других государств В таких случаях В первую очередной задачей является Выявить в первую очередь Допустим Возможные опасные последствия Факторы Которые влияют На обеспечение безопасности региона И в конце концов Это, как мы говорили Что влияют, конечно Те проекты Которые Узбекистан и Казахстан Совместно заинтересованы в реализации Допустим, вопрос Допустим, вопрос Легиональное сотрудничество Сферы экономики Мы знаем Как вчера наш президент говорил Потом уважаемый президент Казахстана Тоже поддерживал Что наша экономика Не противоречит друг друга А она дополняет В таких случаях Нужна система Которая действительно Не позволяет нарушения Этого взаимодействия В этом направлении Допустим Подписанный Допустим Вчерашин Новый уровень соглашения Союзнического отношения Действительно Позволяет Допустим Не только обеспечить Безопасного развития региона Но и возможно прогнозирует Возможно прогнозирует Те опасности Вызовы Угрозы Которые есть И в будущем Могут Влиять Другой проект Допустим И это Казахстан И Узбекистан И другие Центральные азиатские государства Очень заинтересованы В развитии Положительного развития Афганистана Особенно В сфере развития Траффор в коридорах Вот Те Которые Меры Те Которые Намерены В этом Союзническое отношение Тоже позволяет Выявить Новые Допустим Механизмы Инструменты Обеспечения Допустим Во-первых Дальнейшее Развитие Транспортных коридоров И В последствии Этого Чтобы Афганистан Был мир И стабильность Которые Мы могли бы Через Афганистан Выйти На Те Государства Юго-Восточных Стран И Индийским Океаном В-третьих Сейчас Мы наблюдаем Допустим Совершенно Новую Форму Использовался Совершенно Новую Технологию Вызывается Идея Радикализма Очень Сильно Они Конечно Через Социальных Сетей Влияют Или Спящая Форма Тоже Влияет И Здесь Тоже Договор Или Совместные Действия Между Узбекистаном Казахстана Очень Сильнее Влияет Пройдет Вращение И Нейтерроризация Тех Идей Которые Воспространяются Информационным Пространством Конечно Есть Элементы Которые Находя На территории Афганистана Террористические Организации Террористические Группы Попитаются Или Питаются Влиять На ситуацию Центральной Азии Это Конечно Очень В каком-то Пламе Влияет И Нашим Отношениям Тоже Меже Государств Поэтому Оба Страна Тоже Заинтересованы Продотворачивание Этих Негативных Явлений Селом Можно Сказать Вот Это Очень Многое Будет Зависеть И Принципе Сейчас Тоже Зависит От Очень Серьезных Допустим Взаимоотношениях Узбекистана И Казахстана Танка Мы Рассматриваем Весь Процесс Который Происходит Взаимосвязанным Поэтому Думаю Что Подписано Документов Как Один Из Направлений Вот В этом Тоже Будет Име Очень Серьезные Позитивные Рукостерства Спасибо большое Как раз Вот У наших У ваших Коллег Тоже Хотела бы Уточнить У Рустама И И У И 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 Большое спасибо за это приглашение, вот именно на эту очень интересную дискуссию. Я благодарю уважаемую Софью Динаке за это, потому что он меня пригласил. Поэтому тема, наша дискуссия, она, конечно же, актуальна, вот именно в сети тех подписанных документов, которые были. Это очень важно, потому что мне самому, как уроженцу Узбекистана, городу Ташкента, это очень важно, потому что все-таки быть уроженцем Узбекистана и в то же время это сегодня быть гражданином уже Казахстана, как бы это соединяет, вот именно это две наши страны, два наших народа, как уже было это сказано, много о близости наших стран и народов, о общности культуры, языка и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, я считаю, что договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Узбекистаном, он как бы это олицетворяет собой, вот именно это стремление наших народов, это к дальнейшему сближению, и отвечает, конечно же, их коренными интересами. Это действительно, как бы это открывает перед нашими странами такой новый уровень наших взаимоотношений, поскольку ранее мы опирались на принципе стратегического партнерства, да, а тут мы уже говорим о союзнических отношениях, я думаю, это очень важно, вот именно это в условиях вот этих, это геополитической турбулентности, которая сегодня имеет место быть. И союзнические отношения, это взаимоотношения между нашими странами, они позволяют как бы стать им без всякого преувеличения, да, это серьезным фактором, вот именно это в сфере обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Как мы знаем, чем стабильнее, чем более стабильна будет ситуация в нашем регионе, да, тем лучше для всех стран и народов Центральной Азии. Поэтому это очень важный документ. Если говорить о договоре о демаркации государственной границы, то она тоже имеет важное значение, поскольку она, это фактически, юридически уже это закрепляет наши общие рубежи, да, как бы наши общие границы и закладывает такой, как бы, новый фундамент сотрудничества, это для будущих наших поколений, да. И в то же время это действительно является вот именно таким, как бы, важным фактором, да, вот именно установление этой политической стабильности, это в нашем регионе, это потому что, как уже было сказано коллегами, все-таки и Казахстан, и Узбекистан являются системообразующими государствами нашего региона, да, и от их, как бы, от тандема Астана и Ташкента, да, вот такого очень многое зависит, да. И поэтому эти документы можно только лишь приветствовать, и я думаю, что они будут дальше, как бы, то есть вот мы сейчас пока это не знаем, там, да, вот именно, что в этих документах именно и есть, да, но я думаю, что это по мере тех процессов, которые будут идти, они, конечно, будут это дополняться, да. Эти документы, это первые такие кирпичики, да, вот именно это фундамент нашего единого региона, вот именно, как бы, они дадут шаг именно тем процессам, которые мы все ждем, да, это вот именно процессы, это дальнейшие наши региональные интеграции, да, где вот именно все вот эти призывы, да, вот именно к интеграции, кооперации между нашими странами, они найдут свое должное воплощение, да. Я думаю, в этом направлении, конечно же, и наши страны-соседи, да, они тоже это внимательно изучат эти документы, и я думаю, что со временем таких документов будут, эти документы будут подписаны не только между нашими странами, а между другими странами Центральной Азии. Мы прекрасно осознаем, что геополитика, она штука такая хрупкая, скажем так. Насколько вот эти документы, они все-таки позволят, скажем, сохранности и границ, и стабильности в регионе в целом? И насколько вот именно взаимодействие между республиками Узбекистан, Казахстан, оно позволит стабилизировать, скажем, обстановку вообще в регионе Центральной Азии в целом? Спасибо и за вопрос, и за приглашение принять участие в дискуссии. И если позволите, я немного вернусь к нескольким предыдущим вопросам, и потом уже обращусь к тому вопросу, который прозвучал последний. Мне понравился вопрос, когда ваш вопрос относительно того, почему у нас начинаются процессы сотрудничества так интенсивно, да, то есть в последние годы. Мне кажется, что здесь есть принципиальный момент, это изменение взгляда на сотрудничество в регионе. То есть у нас произошел отказ от, как минимум со стороны Узбекистана, в явной форме, произошел отказ от рассмотрения сотрудничества как в регионе, как в некоторой конкуренции, и как в некоторой игры с нулевой суммой. Да, то есть очевидно, что в рамках стратегии развития Узбекистана по пяти направлениям было четко зафиксировано, что Узбекистан переходит к стратегии партнерства, стратегии вин-вин, да, что от нашего партнерства, от нашего сотрудничества в регионе должны выигрывать все страны, вовлеченные в это партнерство. То есть это принципиальное, как мне кажется, изменение взгляда на процессы, происходящие в регионе, и то изменение взглядов, которое было принято практически всеми партнерами Узбекистана. Это очень важный момент. Отсюда, кстати, мне кажется, отсюда вытекает тот меморандум, который заключается между агентствами по стратегическому развитию, потому что если мы готовы обмениваться нашими стратегиями, если мы готовы согласовывать наши стратегии, это говорит о том, что мы не рассматриваем друг друга как конкурентов, да, мы рассматриваем как партнеров, мы готовы, ну скажем, выстраивать нашу политику так, чтобы от этого выигрывали все. Кстати, и подписание договора о демаркации границ то же самое демонстрирует, да, то есть мы перестаем рассматривать территорию как некую сакральность, мы говорим, давайте зафиксируем этот момент, давайте зафиксируем, где проходит у нас граница, закроем этот вопрос и будем двигаться дальше. Да, то есть мы снимаем всякие возможности для каких-то споров, для каких-то претензий по территориальным вопросам, которые, как мы видим на примере Кыргызстана и Таджикистана, ну, содержат в себе очень мощный конфликтный потенциал. Второй вопрос, это вопрос, касающийся безопасности. Мне кажется, что последние годы, и это было очень хорошо видно, кстати, год назад, летом, когда в Ташкенте проходила конференция высокого уровня, где презентовался проект связи Центральной Азии, Южной Азии, вот транспортный коридор презентовался, и там достаточно четко прозвучало сомнение у ряда наших зарубежных партнеров, а как вы будете строить этот коридор, если в Афганистане не обеспечена безопасность? И со стороны Узбекистана прозвучал, как мне кажется, очень хороший тезис, тот тезис, который меняет взгляд на вопросы безопасности. То есть вопрос прозвучал так, что мы не можем обеспечить безопасность сначала, а потом обеспечивать какое-то сотрудничество в экономической сфере, в транспортной и так далее. То есть эти вопросы должны решаться одновременно. То есть нельзя обеспечить безопасность саму по себе. Безопасность обеспечивается через экономическое партнерство, через социальное партнерство, через реализацию тех или иных инфраструктурных проектов. И в данном случае, когда мы говорим о Центральной Азии, когда мы говорим о партнерстве между Казахстаном и Узбекистаном, вот эта смена восприятия вопросов безопасности, отход от безопасности как чего-то самого главного, подход к тому, что безопасность – это какой-то, ну скажем, результат, который мы получаем в рамках и через реализацию проектов в обычных сферах, в экономической сфере, в политической сфере, в социальной сфере, мне кажется, это очень важное изменение точки зрения, которое позволяет, опять-таки, более эффективно выстраивать сотрудничество в Центральной Азии. То есть мы уже теперь не говорим, а давайте мы будем там, вот посмотрим, что происходит в Афганистане, а давайте посмотрим, что у нас происходит с религиозной радикализацией. Мы говорим о том, что давайте работать в экономической сфере. И наши вот эти проблемы, которые, возможно, фиксируются в сегменте безопасности, они будут снижаться и будут решаться неким не экстраординарным способом, анормальным способом. И вот здесь же в этой сфере мы можем говорить о том, что дает наше сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном, вот это соглашение о демаркации границ, закрепление соглашения о стратегическом партнерстве. Мне кажется, это тоже попытка перевести вот это сотрудничество в режим нормальной работы. То есть мы говорим, мы заключаем эти соглашения, мы формируем базу сотрудничества, мы показываем некий образец сотрудничества для других наших партнеров по региону и неким образом приглашаем их к этому же проекту. То есть некое такое вот спиральное развитие регионального сотрудничества. Вы знаете, на самом деле мне очень понравилось ваше высказывание о том, что новая фаза, она перешла именно не конкуренты государства, а именно союзники. И, видимо, это и стало поводом для подписания вот той самой декларации о союзничестве. По решению обоих сторон будет создан государственный совет во главе руководителей стран. Вот это является гарантом управления всех поставленных зетов. Второе, мы хорошо знаем, между двумя странами работает правительственная комиссия, есть правительственная комиссия, которая режим мониторинга наблюдает и организует управление всех поставленных зетов. Вот эти два фактора никак не позволяют, допустим, чтобы подписаны договора и обязательства по союзническому отношению, чтобы остановиться. Еще один момент по союзническому отношению. Вот это совпадение документа, оба документа, союзническое отношение и демаргация, это не просто так, это показывает, что намерение двух сторон это серьезное. И, как мои коллеги говорили, что это никак не разлагает, чтобы по-другому объяснили, по-другому оттолковали ситуацию. Но с другой стороны, вот этот процесс, допустим, будет все равно каким-то образом с чьей-то стороны критиковат, с чьей-то стороны будет даже делать попытки, чтобы не увидеть, что этого нету. Но я могу сказать, что и анализ показывает, и стремление двух народов показывает, что эта профессия получит очень положительное развитие. Я бы хотела еще поговорить об одном важном документе, который был также подписан вчера. Это как раз лидеры двух стран вчера дали старт новому проекту. Это проект Международного центра промышленной кооперации. Он и называется именно так, Центральная Азия. Вот что это за проект? Как этот проект позволит, скажем, опять-таки, уже нарастить, скажем, союзнические и, может быть, стратегические отношения между двумя государствами? Да, во-первых, хотелось бы отметить, что вопрос организации хаба на границе двух стран обсуждается достаточно давно. Обсуждения велись и в этом году, и в прошлые годы. И все, кто пешком хоть раз проходил границу, там становились свидетелями большого, значительного капитального строительства на границе двух стран, в первую очередь, направлено на упрощение торговли. И дальнейшим логичным шагом по углублению кооперации в сфере торговли является сфера производства, собственно, промышленной кооперации. Так, речь может идти о каких-то простейших изделиях, речь может идти о довольно-таки сложных изделиях, но это все требует инфраструктуры. Синхронизированные инфраструктуры, требующие энергообеспечения, водообеспечения, какую-то стандартизацию вопросов логистики, подвоза путей, подвоза рабочей силы, не секретно границы, ну, граница так расположена, что она ближе к центру населения к республике Узбекистан, нежели Казахстан. Соответственно, если там что-то будет производиться, то Узбекистан значительные структурные, скажем так, преимущества с точки зрения обеспечения рабочей силы данного промышленного хава. Это требует какой-то координации в вопросах освобождения от налогообложения, там, рационализации, вопроса взимания таможенных платежей, налогов на добавленную стоимость. Но в любом случае, вот эти промышленные хабы очень положительно зарекомендовали себя во всем мире, практически на всех, между всеми крупными странами, именно в пограничных территориях развитой промышленности, у стран, у которых есть большое морское побережье, именно в портах расположены центры развития промышленности. Особенно ярким примером является КНР. Поэтому мы также в курсе, ну, здесь я уже хотел бы рассказаться в роли эксперта. В Узбекистане проведена огромная работа по оптимизации деятельности свободных экономических зон, и, соответственно, вот эта юридическая инфраструктура и логистическая инфраструктура очень хорошо лягут друг на друга и позволят углубить, рационально углубить вот эту промышленную кооперацию. Вот как раз у вас я хотела, как у эксперта, опять-таки уточнить. Вы сами тоже работали именно по вопросам реформ администрации свободно-экономических зон. Сегодня в Узбекистане уже свободно-экономические зоны, в принципе, в них инвестируют иностранные инвесторы. То есть вот недавно дубайские, эмиратские компании, они, значит, получается и аэропорт на ВАИ, и инвестировали в сам СЭС. Вот насколько иностранные инвестиции, привлечения инвестиций в свободно-экономические зоны страны, они дадут свои результаты, какие проекты мы можем еще предпринять, чтобы именно СЭСы, скажем, поднять еще на более эффективный уровень. С точки зрения СЭСов, я думаю, там простая аналогия, которая позволит понять их выгоду и их роль является гостиница. Это гостиница для бизнеса. Выгода для государства с точки зрения поддержки СЭСов в том, что один раз создав инфраструктуру, подведя электроэнергию, дорогу, воду, государство мало чем рискует. Даже если на этом СЭСе кто-то не будет заниматься тем, чем надо, или будет заниматься тем, чем надо, его легко увести. Если бы вы ему дали финансовый кредит, субсидии, потом их было бы очень трудно вернуть. Он бы их съел, вывел за рубеж и вернуть трудно. А когда вы ему даете электроэнергию, то электроэнергия остается на вашей территории, на территории той республики, на которой она создана. Соответственно, это очень легкий и малорисковый способ развития бизнеса. С точки зрения инвестора СЭСа положительный тем, что они помогают сократить его риски. Он будет платить налоги, НДС, корпоративные, подоходные налоги и так далее, тогда, когда выйдет на время. А первые пять лет, это примерный срок становления на ноги для сложного производства, технологического производства в наше время, вы его освобождаете от налоги. Поэтому крупный бизнес в мире уже привык, и он ожидает именно того уровня СЭСов, о котором сейчас говорится в Узбекистане. Поэтому стандартизация, приведение в порядок, изучение лучшего опыта и внедрение, в том числе лучшего опыта среди СЭСов в Узбекистане и стандартизация его, во-первых, позволит повысить доверие на международный аренник внешней среды, во-вторых, сократить затраты и риски для всех стран, для государства, для общества и для бизнеса. Спасибо большое еще раз, уважаемые эксперты, за то, что вы нашли время и приняли участие в нашей видеоконференции. Именно в этом году Узбекистан и Казахстан отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Три десятка лет соседи, стратегические партнеры в торгово-экономических и геополитических вопросах на нынешнем этапе своего диалога говорят на совершенно новом дипломатическом языке в рамках политики открытости и дружбы. Новые цели поставлены и для их исполнения, как видно, задействуют все возможные ресурсы. Поговорим об этом еще не раз, думаю. До встречи.